Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Футбол заманивает вас сегодня на веб-арену. Это фонд Бет Кубок России. Посмотрим встречу в группе А. Собственно говоря, этот матч закрывает турнир в группе А. Подходит к концу групповой этап пути российской премьер-лиги вот в этой нашей новой, но уже нам хорошо известной и любимой формуле. Посмотрите, накануне сыграли между собой Сочи и Факел. И Факел, уступив в нашем курортном городе, отвалился от борьбы за выход с первых двух позиций и дальнейшим шествованием по пути российской премьер-лиги. К большому сожалению, Роман, к большому сожалению, нет, не удалось. Давай займемся поисками после игры, если что-то вдруг останется. Постараемся что-нибудь обнаружить. Не изменяет. ЦСКА играет 3-4-3. Оренбург играет 4-3-3. Вот сейчас атакует и бьет поворотом. И это момент на шестой минуте. Да, это первый момент, который возникает у Оренбурга. Там очень здорово поборолся Джастин Куэр, который сегодня как раз занимает путь. Вот сейчас он уже переобулся, готов обойти в игру, но это нужно сделать только с разрешения резерва. Тем временем ЦСКА атакует. И еще один момент. Это команда довольно техничная. Вот сейчас мы видим, как Оренбург здорово выбрался в атаку. Навел мяч не какими-то забросами, не какими-то рывками, а очень грамотными, интеллигентными ходами до ударной позиции. И вот удар. Теперь уже в створ ворот даже мяч полетел. Свобода и можно замыкать. Можно-то, можно, но... Во-первых, там я вижу, указывает все-таки на угловой флажок. Оказалось мне, что какое-то положение мне игры фиксирует. Добираются до штрафной площади и готовят удар. Смещение. И вот он удар. Ах, Эмерджан Бюрлюк. Турецкий атакующий полузащитник, который в кубке регулярно выходит играть за Оренбург. Степан, а тем временем-то ударов по воротам торопа уже побольше гораздо, чем... Это человек, который выигрывал тайскую премьер-лигу. Но пока отдыхать и загорать нам некогда. Смотрим за этим моментом. Бьет. Мне еще нравится, знаешь, Степан, что игра у нас такая, в общем, безостановочная. Но, с одной стороны, это, конечно, благодарность командам. Если в это долго всматриваться, то начнешь, что-нибудь, себе воображать. Не будем. Потому что игра продолжается. И здесь неудачно выставил ногу Хатулев. И удар обводящий. Насколько он был голевой. Тут Гайч в воротах разговаривал с Сергеем Дурасовым. Здесь опасная атака. Нет положения вне игры. Но почему же так? Почему же так слабо пробивает Антон Заболотный? Ну, интересно. Будем разбираться на повторах. А пока давайте, действительно, еще тройка игроков в Оренбурге, которые во всех шести матчах. Но пока вот Марин нет. А Дюрлюк и решение подтвердит и видеосудья. Вот что здесь случилось. Я думаю, что сомнения отпадают. Николай Титков пытался поймать босса на этих ложных движениях. Федор Чалов 4 из 4 забил в чемпионате 11-метровых. Посмотрим. И здесь уверенно кладет мяч в ворота. Федор Чалов выводит вперед ЦСКА. 1-0. Иногда в трудных ситуациях, когда у команды не идет или идет со скрипом, могут помочь. Ответная атака Оренбурга. Гюрлюк штрафной. Вот это да! Вот это да! А Оренбург сравнивает счет. В одиночку все решил. Эмирджан Гюрлюк. Давненько у нас не было турецких мячей. Турецких голов в смысле. А то с саблями можно это спутать. Вот такого рода голы. А босс даже еще толком не успел порадоваться тому, что он заработал пенальти в чужие ворота. Как в ворота его команды прилетел ответный гол. Здесь Эмирджан переиграл Сашу Сделлора. Но я думаю, что подбор игроков очень крепких физически. И переигрывать их ЦСКА получается, если получается только за счет индивидуальных усилий. Очень хороший пас. Очень хороший пас, которым удалось вернуть этот мяч Келвину в атаку. Я думаю, что во многом это заслуга как раз бразильского крайнего. Вот сейчас и поздравляю этого по этому Антон Заболотный. Потому что без этого возвращения, уже фактически улетающего мяча за ворота, не было бы этого гола. Ну что у нас за концовка первого тайма? Уже три мяча. Смотрим, как играет Келвин. Вот классный пас. И Антон Заболотный. А это свистокный перерыв. Было там падение игрока Оренбурга. И можно было погадать, станет ли судья позволять хоккейный. Я боялся, что часть зрителей туда оттянется с футбола. Но, по-моему, нет. Много зрителей сегодня на трибуне фанатской. И пока очень здорово разбирается совсем Иван Абросимов. А вот здесь разбирается Владислав Тороп. Посмотрим, как сегодня во втором тайме себя проявит. Открытый сейчас совершенно левый фланг для продвижения у Оренбургсов. Но вот Келвин все-таки на своей позиции. Однако удару он не помешал. Что ж, хорошая фланговая атака в исполнении Оренбургсов. Прежде всего обратить внимание на вот такой удар Максима Сидорова. Полетел мяч в дальний угол и решил Тороп выдает подачу. Мяч выигрывает Оренбургс в штрафной площади. И подбор чуть ли не впервые. У них же еще один удар. И что, еще один подбор? Да, снова подбор собирают оренбургцы. Куэра. Но здесь он уже в себя поверил. И удар с такой позиции. Это еще и верхний угол ближний. Это было бы что-то из разряда заявки на золотой мяч. Но тем не менее... И столбов выйдут на поле. Так, а вот здесь вот ошибка Гойковича. Аббос Файзулаев выводит на ударную позицию Федора Чалова. Все сделал умница Аббосбек Файзулаев. Но Федор Чалов тоже молодчина. Не промахнулся. Ворота пустые. Смотрите, как болельщики просто в восторге. 3-1. 3-1. Федор Чалов оформляет дубль. Первый мяч он забил с 11 метров. А второй, наверное, метров с 8. Ну вот такой отбор. Не знаю, серьезное ли усилие здесь приложил сам Абосс Файзулаев к этому отбору мяча. Или это просто такая очень легкая потеря. И не слышал и не видел. Рената Гойкович, что соперник уже за спиной. Мяч под правой ногой. Ну-ка, Ермаков пошел в штрафную. И бьет поворотом. Хотя, наверное, мог бы с Давилой поделиться передачкой. Сербский день сегодня. И этот сербский футболист, а также Саша Сделар в составе ЦСКА одерживают победу над Оренбургом. 3-1.